агрессивность это совершенно неизбежная черта любой социальности кланы шимпанзе ходят воевать против соседей притом они делают абсолютно все то же самое что делают люди в свои против чужих окситоцин гормон любви дружбы и привязанности одно из самых страшных вещей на свете повышает агрессивность по отношению к чужим мы кого-то одного поймали окружили его и убили нельзя сказать что это однозначное какое-то зло только благодаря этой сплоченности мы собственно смогли выжить меня зовут евгения тимонова я натуралист автор ведущий проекта все как у зверей я занимаюсь тем что рассказываю людям о животных делаю это уже больше 40 лет и в последние 8 лет это все приобрело формы программы о том в кого люди такие собственно все как у зверей но главное что надо знать про агрессию это механизм регулирования социальных взаимодействий как только у вас появляется окружение из ваших же собственных соплеменников которые являются вашими главными конкурентами то вам становится чрезвычайно выгодно обладать таким формам поведения которые будут позволять вам отстаивать свои ресурсы то есть обладать агрессией и агрессивность возникла в самых разных эволюционных видах вне зависимости от их сложности и появлялся независимо потому что это уж настолько полезный признак что однажды его заполучив ты тут же получаешь вместе с ним такие мощные преимущества в выживании что просто больше не можешь от него отказаться потому что склонность к проявлению агрессии начинает передаваться вместе с твоими генами твоим потомкам и тоже служит им верную службу ну по крайней мере до поры до времени пока агрессия не переходит в какие-то деструктивные формы есть очень интересное исследование испанских ученых они изучили порядка тысячи современных видов млекопитающих на предмет выяснения и в уровня летальной агрессии летальная агрессия это количество убийств на каждые 100 смертей и оказалось что средний показатель поводу этой вот тысячи изученных видов это меньше единицы на 100 смертей нам в этом плане не очень повезло у нас она должна составлять примерно два убийства на 100 смертей где-то в палеолите примерно так ну и было то есть люди когда-то действительно убивали двоих из каждых 100 умерших и это в общем-то сильно больше чем средний показатель по зверям вот но хорошая новость том что все это время наш уровень агрессивности продолжает снижаться даже несмотря на чудовищные события которые происходят прямо вокруг нас прямо сейчас чудовищность этих событий при всей своей какой-то вот объективности все-таки является для нас несколько воспринимается нам несколько искаженно поскольку мы являемся их участниками то в чем ты участвуешь конечно же для тебя всегда самое важное тем не менее если смотреть по цифрам то люди становятся все менее менее летальны по крайней мере агрессивны друг другу кроме пожалуй что двух пиков своей истории и вот как раз и тут вот так удачно железный век оружие и все такое и в этот момент люди стали убивать людей немножечко побольше чем раньше но а второй пик был средневековье тоже там по своим причинам но и железный век и средневековье в конечном итоге привели к тому что у человечества включились компенсаторные механизмы а компенсаторные механизмы у нас это этические нормы различные культурные аспекты регулирующие наше поведение ну и вот таким вот образом мы и справляемся со своей высокой агрессивностью наши ближайшие родственники большие шимпанзе при этом до сих пор демонстрируют уровень летальной агрессии в примерно четыре с половиной убийства на 100 смертей то есть это хорошо выше чем среднем по млекопитающим сильно выше чем у человечества в худшие его времена ну вот такие наши ближайшие родственники одни из нас по крайней мере вторые наши ближайшие родственники карликовые шимпанзе бонобо и сейчас демонстрируют расчетную агрессивность меньше единицы примерно 06 что ли знаменитая история про то что карликовые шимпанзе заменили в своем поведении агрессивные импульсы сексуальными и все свои проблемы и конфликты они решают самым мирным из всех мирных путей но это отдельная история она важная конечно уж очень большая та закономерность которую вывели испанские ученые из этого большого исследования она была в том что уровень агрессивности очень зависит от двух показателей насколько вы обладаете сложным и важным для вас социумом сколько тесны ваши внутри групповые связи и тем насколько вы зависимы от ресурсов соответственно зависим от своей территории насколько вы не привязаны сколько вы вынуждены и охранять и вот виды которые одновременно демонстрируют и высокую социальность и высокую территориальность вот они то и становятся собственно агрессивными они это все и демонстрируют и как раз к ним например относится абсолютно чемпион в летальной агрессии согласно этому исследованию по крайней мере пустынный мангуст житель пустыни калахари известны всем сурикат 19 с половиной убийств на 20 смертей по сравнению с сурикатами мы просто просто какие-то просто зайчики все это очень сильно зависит от ваших конкретных экологических условий от вашего от ваших соседей например это гораздо вот соседи определяют уровень вашей агрессивности гораздо сильнее чем степень вашего интеллекта и уровень вашего самосознания чтобы под этим не значилось рефлексия либо там что-то еще посмотрим опять же на бонобо и больших шимпанзе это был один вид совсем совсем еще недавно с одинаковым уровнем интеллекта с одинаковым уровнем самосознания и те и другие прекрасно узнают себя в зеркале и те и другие могут изготавливать орудия шимпанзе более мотивированы бонобо менее мотивированы в чем такая драматическая разница на том берегу на котором оказались будущие большие шимпанзе живут гориллы гориллы самые крупные и человекообразные обезьяны и вообще обезьяны самые крупные самцы там до 300 килограммов огромные совершенно зверюги абсолютно безобидные травоядные никогда по собственной инициативе на кого не нападают все вот эти вот ужасы европейцев про кинг-конга и вот это вот все исключительно от незнания особенности демонстративного поведения горит когда ты приходишь к ним в гости например как мы год назад мы приходили в гости они сначала проверяют себя кто-то собственно такой и не пора ли тебе отсюда уйти для этого самцы горилл не обязательно доминанцы обычно это кто-нибудь из молодняка молодняк у них тоже здоровенный бежит к себе через кусты через максимально густое место в чтобы было погромче будет побольше треска бьет себя в грудь и выглядит все действительно очень страшно главное что надо про это знать что за полтора метра до тебя он остановится и очень довольны произведенным эффектом пойдет развернется и пойдет освоясь европейцы не знали про то что в этой демонстрации прописан хэппи-энд и поэтому обычно просто стреляли в горилл раньше чем они успевали развернуться и уйти вот и у шимпанзе была похожая история у больших шимпанзе постоянно было вот это ощущение огромного волосатого соседа которые я ну в общем наверное может тебя убить и вообще все что угодно с тобой сделать если только захочет а он ведь непременно захочет это и сделала их в конечном итоге настолько группово сплоченными настолько агрессивными и единственными из всех животных кроме человека способными на то что можно в общем более-менее назвать войной кланы шимпанзе ходят воевать против соседей притом они делают абсолютно все то же самое что делают люди в этой ситуации они собираются вместе но обычно это самцы но иногда не примыкают самки вводят себя в воинственное состояние с помощью ритмического уханья периодически кричат подпрыгивают периодически то один по другой с отламывает ветку и опять же произведя максимум шума бежит куда-нибудь все вздобившись через вот это все нормально агрессивные демонстрации такой вот парад все происходит и в какой-то момент их нейронизиаторы достигают того состояния которое просто поднимает их и они идут убивать соседей очень высокий уровень тестостерона и окситоцина тестостерон это гормон который много чего обеспечивает но кроме всего прочего еще и решимость и уверенность в успехе того что ты собираешься сделать а окситоцин известный в народе как гормон любви дружбы и привязанности в данном случае выступает не только как средство которое сплачивает шимпанзе в единую группу но и как нейромедиатор который повышает агрессивность по отношению к чужим вот эту сплоченность альтруизм и все прочее он распространится только на своих окситоцин это главный нейромедиатор материнской агрессии одна из самых страшных вещей на свете которая зиждется на любви к собственному ребенку джейн гудл натуралистка которая описывала поведение дикий шимпанзе история про то чтобы стать собираются отрядами идут окружают кого-нибудь какой-нибудь одного и убили съели не съели там же 2 вот и когда джейн гудл рассказала про то что вот такой вот они делают и иногда настолько успешно что особо воинственные группировки шимпанзе просто под корень в итоге изводят соседней группировки что не убивает всех самцов а самки с детенышами разбегаются и просто не поверили потом когда данных накопилось уже много была версия что шимпанзе не могли этого сами придумать только люди воюют но поскольку шимпанзе живут в тех частях африки где постоянно кто-то воюет думали что у людей насмотрелись и просто обезьянничают но в общем выяснилось что нет нет термиты самые первые эусоциальные мосикомы примерно 200 миллионов лет назад они изобрели вот этот вот прием что оказывается деточек можно не отселять оставить жить при себе и заставить на себя работать чтобы они построить термитник чтобы они занимались твоим потомками чтобы они делали все 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 а ты король и королева будет царствовать все долгие годы пока вот эти дети вокруг вас это будут строить это будет здорово эта структура социальная называется эусоциальность хорошее общество когда действительно вся колония действует как единый организм примерно через 80 миллионов лет появились другие эусоциальные насекомые не слишком родственные термитам термиты такие вот коллективные тараканы а муравьи осы самое главное что как это часто очень бывает в эволюции последователь превзошел первооткрывателя муравьи стали вторыми но стали более крупными и война муравьев и термитов она вот очень древняя поэтому термитам для того чтобы противостоять вот этих вот войнах пришлось создать специальную касту термитов-солдат состоящие примерно из одной головы а на голове огромной челюсти термиты как-то худо-бедно защищаются от муравьев не то чтобы это очень хорошо у них получается если муравьи задались целью или там на их пути попался термитник то я при всей моей искренней симпатии к термитам не поставила бы на них ставочку потому что шансов у них немного вся власть муравейки принадлежит малым рабочим группам это группы муравьев которые самостоятельно координируют собственные действия в зависимости от той сферы деятельности чем они занимаются там они выращивают грибы они заботятся о детях они фуражируют в округе они заготавливают там листья если это муравьи листорезы и так далее вот это небольшие группы в которых абсолютно персонализованные отношения которых есть главные муравьи которых есть интеллектуальные элиты муравьи-разведчики например которых есть такие какие-то ну такие дуболомы такие которым сложные задания нельзя поручить но подай принеси это не могут вот и координируя вот эти вот действия между малыми группами муравьи могут делать вообще конечно совершенные чудеса и захватывать и нападать и разорять все на свете и когда вот это вот река рыжих муравьев идет по тропическому лесу в общем все разбегаете правильно делает и все что нам кажется схожим в нашем поведении в наших реакциях в наших социальных вещах это все результат конвергенции того что у нас перед нами стоят какие-то похожие задачи похожие задачи все живое имеет тенденцию решать похожими способами все это игры внутри групповой кооперации и межгрупповой конкуренции свои против чужих так называемые парахиальные механизмы парахиальность это альтруизм по отношению к своим кем бы кого бы мы не назначили своими свои от чужих особо не отличаются поэтому нам приходится придумывать какие-то искусственные какие-то схемы чтобы мы могли четко для себя внутри сказать что ну да но это же они они же смотрите они же вообще совсем совсем не такие как мы тестостероново окситоциновый комплекс это и есть главное топливо любой войны и он настолько легко возникает он настолько глубоко прописан на самим ходом нашей эволюции и поэтому только благодаря этой сплоченности мы собственно смогли выжить поэтому нельзя сказать что это однозначное какое-то зло что это какое-то проклятие унаследованное нами от дурно себе одетших предков у тех видов где например самцы и самки образуют постоянные пары агрессия самцов тоже направлены на защиту потомство прежде всего вот а в тех ситуациях когда шимпанзе где самцы не ухаживают особенно за своими детенышами и у них соответственно есть свободное время на то чтобы реализовывать собственно агрессию куда-нибудь еще хорошая схватка это та схватка которую удалось избежать и во всех эволюционных линиях более-менее сложных существует тенденция к ритуализации агрессии переведение ее от языка бордобития к языку символов чья песня сложнее тот и победит чьи объемы больше соответственно там чья грива пушистее чья чья холка встает выше и и все вот это вот агрессивные демонстрации вкладывается вообще все что только можно те же самые гориллы что они собственно делают когда бегут на вас сквозь кусты и они вас запугивают еще надеется что вам этого будет достаточно как правило этого достаточно человек это такое животное и поэтому его поведение это такое поведение животного кое в чем усложненные мы на самом деле очень многие принципы с ними разделяем и очень многие реакции формируются у нас совершенно одинаково с нашими ближайшими родственниками и у шимпанзе точно так же как у нас есть дружба и у них также есть любовь у них есть точно также материнские и детские связи и общая структура отношений она достаточно напоминается то что то что то что есть и у людей но мы действительно отличаемся от них наличием речи язык у животных тоже есть сложные достаточно порой коммуникационные системы вот но языка в том виде которым есть у человека настолько сложные символьные системы которые может описывать не только то что прямо сейчас происходит там как делать животные человеческий язык может описать то что было то что будет то чего никогда не было то что хорошо бы было но но вряд ли получится и и все 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 вот эти вот все что мы можем представить и мы можем жить одновременно в реальной реальности и вот в этой вот виртуальной реальности виртуальная реальность появилась гораздо раньше шлемов виара вообще и вот этой вот цифровой цифровой вселенной нет гораздо раньше первая виртуальная реальность это мир наших слов мир наших понятий почему мы например почему у нас есть месть та же самая уж мы про нее говорили потому что мы можем бесконечно воспроизводить вот эту ситуацию агрессии у себя в голове животное пять раз забыло что там что-то происходило у нас постоянно тлеющий очаг возбуждения в голове из-за этого формируется вот ну и собственно речевая модель мира позволила нам создать очень сильно помогла в создании такого феномена как культура то есть нашим не наследственная передача информации и ну и соответственно теперь мы уже развиваемся в двух наша наша эволюция идет одновременно как биологическая эволюция и как этическая эволюция вот да и не экономика которая является одной из ведущих причин конфликтов сейчас если в мир природы основная причина агрессии это конкуренция экономики у животных метод даже у таких продвинутых как муравьи и старезы они все-таки их горизонт планирования не позволяет им устраивать такие вот вещи которые позволяют нам наш горизонт планирования биологи такая штука что в них никуда не ткнись все интересно биология неисчерпаема бестиария это просто универсальная вечная и безграничная метафора всех аспектов человеческого бытия вот во что ни ткни в биологии обязательно найдется что-то что про что мы скажем боже мой это же совершенно как у людей и 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